Hyundai всерьез надеется на успех в лакшери-сегменте в Европе. Skoda показала новую Fabio. Вьетнамский производитель Winfast дает мастер-класс по обработке негатива в соцсетях. А Jaguar меняет лицо. Здесь неделя на колесах, с вами Катя. Поехали! Jaguar продолжает сбрасывать все лишнее. Ну, лишнее, по мнению нового французского начальника Thierry Ballare. Уволен дизайнер Джулиан Томпсон, который вместе с Яном Калумом отвечал за облик всех современных джагов, начиная с 2000 года. Новый шеф-дизайнер марки Джерри МакГоверн, который раньше отвечал только за лендроверы. Мнения по этому поводу, как всегда, разделились. Кто-то говорит, ну все, теперь точно катастрофа. Другие возражают. При Калуме и Томпсоне Ягуары были безликими и в итоге проиграли войну немцам. Пишите в комментариях, нравится ли вам современный дизайн джагов или это действительно полное уныние. Начался очередной виток азиатской экспансии в Европу, причем сразу с двух флангов. Корейцы привозят в Германию, Швейцарию и Англию широкую модельную линейку Genesis, в том числе три электромобиля. И универсал G70, которого нигде, кроме ЕС, продавать не будут. С севера подступают китайцы. Амбициозный стартап NIO собирается продавать электромобили в Норвегии, где государство выдает субсидии желающим купить машину на электричестве. Первой моделью будет семиместный семейный кроссовер ES8. Оба кейса и Genesis и NIO вряд ли будут оглушительно успешными. Genesis делает неплохие машины с правильными моторами и правильным приводом, которые выглядят как минимум необычно, в отличие от Jaguar. Но этого мало. Уйдут годы на то, чтобы доказать, что именно корейца нужно купить вместо BMW, Audi или Mercedes. Главное, чтобы у Hyundai хватило терпения на то, чтобы все эти годы выпускать эти машины себе в убыток. Что касается NIO, то это не первый опыт китайцев. В Норвегии уже продается компактный Cross Airways U5. За год продано аж 550 штук. Короче, до захвата вселенной еще далековато. От европейской экзотики к европейской повседневности. Skoda показала новую Fabio в актуальном корпоративном стиле а-ля Octavia. С узкими фарами и более массивной решеткой. В салоне все тоже похоже на Octavia, что в общем-то и ожидалось. Сенсаций никаких. Чуть больше пространства, чуть больше опций, чуть выше цена. Моторчики все те же. Литровые тройки, полуторалитровые четверки, плюс хорошо знакомый семиступенчатый робот. Никаких автопилотов, никаких электродвигателей. В общем, обычный автомобиль для обычных людей. Но не для России. Зато к нам едет новый Hyundai Tucson. Во всяком случае, в базе Росстандарта уже появилось одобрение типа на эту машину. По предварительным данным, у нас будет только два мотора. Оба двухлитровые. Бензиновый пойдет с шестиступенчатым автоматом, а турбодизель с восьмиступкой. Конструкция максимально консервативная. Впрыск распределенный. Автоматы гидромеханические. Все как мы любим. В этом плане у новинки вообще никаких отличий от Tucson нынешнего поколения. Но это, пожалуй, скорее хорошо, чем плохо. Первые партии Tucson пойдут из Кореи и лишь потом их будут локализовывать в Калининграде. Ну и немного дичи. Вьетнамский лухари-производитель Winfast подал отличный пример работы с возражениями. На блогера Тран Ван Хоанга, который осмелился ругать в своих ютуб-роликах седан люкс А2.0, просто завели уголовное дело и, похоже, посадили в тюрьму. Не, ну а че он вообще, что ли? Ролики, конечно, объявили иностранной пропагандой и вредительством. Тут как-то сразу даже приятно стало. Не только у нас все сваливают на иностранных агентов. Ну и к нашим публикациям. Михаил Гзовский катнул обновленный Mitsubishi Eclipse Cross. Из главного это обновленная внешность без странной крышки, разделенной спойлером на двое. Плюс более привычный для россиян двухлитровый атмосферник вдобавок к Turbo 1.5. Кстати, он вполне ожидаемо оказался очень вялым. Михаил Баландин попробовал в деле машину, на заднем сидении которого прописали люлей Никите Бесагоновичу Михалкову. Ну окей, не ему самому, а его герою комдиву Котову. В фильме «Утомленные солнцем». А машина эта Покарт Six Deluxe, который провел в СССР всю жизнь, начиная с 1939 года. И наверняка был свидетелем не только киношных, но и реальных драм. Борис Игнашин исследовал типичные проблемы сравнительно новых BMW 7-рок, поколения F01. Там очень сложно устроенный кузов, который почти невозможно восстановить после аварии. Типичная для множества моделей BMW проблема с водой в дверях и салоне. Ну и не только. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материал вы, как обычно, найдете под видео на YouTube. С вами были «Неделя на колесах» и, Катя, увидимся в следующем выпуске. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok